Добрый вечер, в эфире программа «Спортивный дневник». В первом месте 2000 года подводятся итоги года уходящего. В Хабаровске в праздничной атмосфере были подведены итоги краевого конкурса «Спортивная элита-99». Спортсмены, их тренеры, те, кто вообще имеет какое-то отношение к спорту, заслужили этот праздник. В 1999, очень непростом году, в Хабаровском крае было подготовлено 80 мастеров спорта, 11 мастеров спорта международного класса. Хабаровский край по спортивным достижениям занял 8 место, весьма почетное и высокое, из 89 регионов нашей страны. Свою весомую лепту в общее дело внесли спортсмены-комсомольчане. Многие из них стали лауреатами краевого конкурса «Спортивная элита-99». Впервые в Хабаровске в начале 2000 года собрались лучшие из лучших физкультурных работников, спортсменов и всех, кто связан с этой отраслью и вносит свой весомый вклад в развитие физкультуры и спорта в Хабаровском крае. Из 20 номинаций в 15 лауреатами стали комсомольчане. В номинации лучший тренер года отмечен тренер школы бокса «Ринг-85» нефтеперерабатывающего завода Сергей Гондуркаев, лучший юный спортсмен года Георгий Непомнящий, лучший детско-юношеский тренер года, тренер 4-й спортивной школы Анатолий Михаленко, лучший педагог дополнительного образования Андрей Хисматулин, тренер клуба юных моряков. Лучший учитель года преподаватель физ. воспитания средней первой школы Сергей Тюриков. Лауреатами в номинации лучший руководитель физического воспитания начального профессионального образования стали преподаватель 6-го училища Анатолий Зорин и его коллега из 25-го училища Ольга Золотарева. Лучшими руководителями физ. воспитания средних учебных заведений стали Петр Архандеев, педагог строительного техникума, и Виктор Шильверст, преподаватель педагогического колледжа. Лучшими детско-юношескими спортивными школами признаны 4-я детско-юношеская спортивная школа и детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 1. Лучшей футбольной командой года признана команда «Виктория» из Комсомольска-на-Амуре, а лучшей детской командой команда «Ая». В номинации «Лучший спортивный врач» лауреатом стала врач физкультурного диспансера Наталья Карпухина. Лучшим комитетом по физической культуре и спорту признан городской Комсомольский-на-Амуре спорткомитет. На торжественном форуме в Хабаровске удостоверение отличника физической культуры были вручены директору Дома спорта «Строитель» Валерию Ткаченко, директору 1-й детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Юрию Чепикову и руководителю студии спортивного бального танца «Виктория» Василию Казакову. Высоко оценил достижения комсомольчан в развитии спорта в регионе представитель президента России в Хабаровском крае Кондрат Михайлович Евтушенко. Я очень рад, что Комсомольск по всем, по очень большому количеству номинаций стал первым. И должен отметить, что городе Комсомольск, городе юности, это его традиции, сейчас прекрасный руководитель спортивный, это Светлана Григорьевна. И, значит, можно сказать, что ее усилиями, усилиями спортивной школы в городе Комсомольске состоялся в том числе и этот праздник. По возвращении домой представители спортивной делегации Комсомольска делились своими впечатлениями от спортивного праздника в Хабаровске. Конечно, для меня это была полная неожиданность. Когда я узнал, что я еду в Хабаровске, еду не просто в Хабаровск, я еду на такой форум, он называется Элита. А вы понимаете, что Элита – это лучший из лучших. Конечно, я не считаю себя лучшим в городе Комсомольске, потому что я знаю прекрасных педагогов у нас, прекрасные кадры в городе. Вот. И поэтому я очень волновался, когда я был в этом зале. Мне было приятно, что в городе Комсомольске очень часто звучал на номинации, и они выигрывали номинации. Я думаю, что придет время, когда и учителя физической культуры будут выигрывать номинацию лучших учителей края. Но для этого надо, конечно, очень много работать, много стараться. На этом празднике Краевой спорткомпетент постарался, чтобы был никто не забыт и ничто не забыто. То есть постарались всех отметить, начиная от ведущих спортсменов, ведущих тренеров, заканчивая, допустим, ветеранами спорта, даже нашими медработниками, которые в трудную минуту оказывают нам помощь. Возвращаясь к Краевому спортивному форуму, делегация комсомольчан с чувством собственного достоинства и глубокого удовлетворения встретила в поезде «Старый Новый год». В январе любители городского хоккея с мячом и хоккея с шайбой не были обделены зрелищными, красивыми матчами достойного класса. 7 января в Ледовом корте Амурсталь прошла товарищеская встреча между хоккеистами «Тигры Амура» из Хабаровска и сборной Комсомольска. Это были матчи ветеранов. А хоккеисты «Смены» одержали ряд красивых побед, результативных над своими соперниками по первой лиге Дальневосточной группе. «Смена» в нынешнем году реально претендует на победу в своей Дальневосточной группе. В нынешнем сезоне хоккеисты спортивного клуба «Смена» из Комсомольска-на-Амуре составили серьезную конкуренцию бесспорному фавориту первенства России по хоккею с мячом в первой лиге Хабаровскому «Нефтянику». В завершившемся первом круге «Смена» на равных провела поединки с лидером. Уступив первым домашний матч, во втором авиастроители одержали уверенную победу со счетом 8-5. Важные четыре очка были добыты комсомольчанами и в Биробиджане, где местная «Надежда», постоянный призер Дальневосточной группы, как ни пыталась, не смогла одолеть смену. Первый матч закончился ничейным исходом, а во втором победу одержали комсомольчане 4-3. В нынешнем сезоне «Смена» играет стабильно, сбалансировано во всех линиях и результативно. В минувшие выходные дважды «Смена» нанесла сокрушительные поражения армейцам из Хабаровска 11-0 в первой встрече и 13-0 во второй. Явно превосходя в классе своих молодых соперников, хоккеисты «Смены» не сбавляли оборотов в игре, поскольку расценивали эти встречи как генеральную репетицию перед самыми важными ответными поединками в нынешнем первенстве. Ведь в ближайшие выходные в Хабаровске «Нефтяники» «Смена» вновь встретятся между собой, и от исхода этих поединков во многом будет зависеть окончательная расстановка команд в итоговой турнирной таблице первенства. Итак, в нынешнем сезоне «Смена» реально претендует на первое место в Дальневосточной группе. О том, как формировался состав «Смены», какие цели ставились перед командой, нам рассказал старший тренер «Смены» Юрий Геннадьевич Жуков. Благодаря усилиям руководства, объединения, мы получили возможность пригласить ряд хороших игроков из Хабаровского СКА. Значит, и это двое, пришли к нам двое мастеров спорта, Горностаев Юрий и Семенатрусов Владимир. Ну и также пригласили, который выступал не один сезон за наш коллектив, это немцев Александр, в последнее время вступавший за «Локомотив». Ну и были приглашены воспитанники нашей школы, местной, кейс с мячом. И, в общем-то, получился такой, можно сказать, сплав до опыта молодости. И, в общем-то, в этом году мы поставили команде высокую задачу побороться за победу в нашей зоне, вот. Что пока, в общем-то, нам удается. Впереди, конечно, у нас предстоит решающая встреча с Хабаровским нефтяником, где, в общем-то, я думаю, определится победитель нашей зоны. Ну, вот ясно, что основную ношу все-таки вот на себе тянут сегодня в игре, видимо, все-таки ветераны. И те, кто перечислен был вами, и Владимир Асонов, и Андрей Шишмаков. А все-таки вот молодые хоккеисты, вот те, кто приглашены из нашей школы, кого сегодня можно отметить? Кто все-таки вот видно, что набирается мастерства и уже в скором времени, может быть, будет готов достойно играть на уровне первой лиги? Да, вы правы. В общем-то, ветераны по-прежнему задают тон в игре. На сегодняшний день наш невидаемый ветеран Владимир Володя Асонов является лучшим бомбардиром в команде. В этом году у него появилась возможность больше играть впереди, поэтому мы используем это. Ну, из молодых у нас, в общем-то, уже начинают на уровне выглядеть, как говорится, наших ветеранов. Уже такие игроки, как Сальников Дмитрий Прибаев, в общем-то, в игре, значит. Ну, в некоторых играх хорошую игру показывают. Коля Щеченко у нас. Ну, из молодых у нас, вообще молодые ребята, в общем-то, в первых играх неплохо выглядели Прозоров, Максим. Вот, но пока еще не хватает стабильности им. Ну, и остальные, в общем-то, чувствуется, что с приглашением мастеров есть на кого смотреть, есть у кого учиться. То есть, в мастерстве ребята все равно этот сезон, в общем-то, показывают, прибавляют. Будем надеяться, что смена будет у нас достойной нашим ветеранам. Готовь сани летом, а телегу зимой. Верность этой пословице прекрасно осознают футболисты Виктории из Комсомольска. Они приступили к интенсивным тренировкам, готовясь к очень непростому для них сезону. С приподнятым настроением готовятся к новому футбольному сезону чемпионы Дальнего Востока, футболисты спортивного клуба «Виктория». Похоже, наконец-то сбылась мечта городских поклонников самой популярной в мире игры, да и самих мастеров кожного мяча, представлять честь Комсомольска на более высоком уровне, нежели первенство Хабаровского края, где на протяжении последних лет варились в собственном соку, теряли квалификацию, не встречая достойных соперников, многие яркие мастера городского футбола. И вот сбылось долгожданное. Впрочем, сплюнем трижды через левое плечо и постучим по дереву, чтобы не сглазить. Но по всем приметам в Комсомольск возвращается большой футбол. В новом сезоне «Виктория» дебютирует в третьей лиге российского первенства в дальневосточной группе. За определенное время, за три года уже командой сложилось такое впечатление, я думаю, и у болельщиков, и у всех, что наша команда уже, по-моему, должна уже где-то на каком-то уровне приличном играть. Я считаю, на данный момент мы смогли доказать всем, что мы можем играть в футбол, и попробовать себя просто на хорошем уровне. Известна ли лига, как я понимаю, сейчас формируется, но все-таки более-менее известны будущие ваши соперники? Ну, если по слухам, которые мы еще ничего не знаем, бумаг никаких не пришло ни с Хабаровска, ни с Владивостока, ни с Москвы. Ну, в общем, те же команды, которые район Дальний Восток, ну, что-то еще добавится. Ну, в пределах планируют семь-восемь команд с разъездами, по две игры или по четыре игры будет. В общем, еще ничего не ясно. Все только в стадии установления. Ясно, что вот этот новый, более высокий уровень потребует и совершенно другого уровня, и тренировок, подготовки к сезону, и, может быть, даже комплектования состава планированных перемен. Вот что-то вы думаете уже по этому поводу? Ну, мы всегда об этом думаем, даже не то, что именно на этом уровне. Мы всегда планируем тренировки и сборы какие-то, и народ подбираем под какие-то слабые места. Если верить слухам, у нас несколько человек собирается уходить. Солидные команды повыше. То есть им предлагают условия лучше. Но мы не можем держать их, и не можем такие условия создать в городе. То есть людям просто хочется играть на солидном уровне. И на эти места будем искать новых игроков, будем приглашать. Если будем играть на третьей лиге, нам по-любому придется 4-5 человек, надо искать хороших. Кто остается из, скажем, тех, кто пользуется большим авторитетом среди болельщиков и наших футболистов, кто уж точно останется из игроков основной состава? Из основного состава. Ну, практически все, но у нас пока двоих вот приглашают. Кузьмина и Латушкина. Латушкина в находку, а Кузьмина в чету. Ну, это на проверку, подойдут, не подойдут, это уже, другое, это уже их не проблема. Ну, не подойдут вернуться к нам назад. А так, в принципе, все остаются. Все готовы играть. Куперинство России во второй лиге, Дальний Восточный, совсем другие расходы, совсем другие затраты. Это просто география. Это и Сахалин будет, и Владивосток. То есть, разъезды, содержание команды удорожатся и много. Кто на кого, на чью помощь рассчитываете? И кто вообще уже помогает сегодня вам? Ну, в данный момент у нас пока немного не спонсоров. У нас, в первую очередь, это ДЭМ Шупиков во главе, директор Шупиков. Спортзал это тоже ДЭМа. Ассоциация помогает во главе с Юрой Ивановной Святовой. Сострадание. Ну, так, в основном они. Ну, если на будущее, конечно, будем стараться искать спонсоров со стороны. Если не получится в городе, значит, где-то еще будем искать. Будем как-то выживать. Но прежде всего футболисты Виктории рассчитывают на то, что городская общественность, предприятие города, наиболее прочь настоящий на ногах, не останутся в стороне от участия в возрождении былой славы городского футбола, на самом высоком уровне. А сами футболисты тренируются, не щадя себя, и ставят перед собой самые высокие цели в предстоящем первенстве. Сильнейший боксер Комсомольска-Наамурия участвует в тренировочных сборах и турнирах в составе различных национальных сборных страны. Успешно выступил на последних соревнованиях в Красноярске чемпион Европы среди молодежи Георгий Непомнящий. После жарких поединков в конце декабря в Австралии, где воспитанники школы бокса нефтеперерабатывающего завода Комсомольска-Наамурия Алексей Соловьев, Алексей Мамонтов и Георгий Непомнящий успешно противостояли сильнейшим австралийским боксерам. Чемпион Европы среди молодежи Георгий Непомнящий принял участие в соревнованиях на Кубок России среди своих сверстников в Красноярске. Восемь сильнейших российских боксеров, отобранных по итогам завершившегося года, оспаривали почетный трофей весовой категории до 63,5 килограммов. Именно в этом весе традиционная остра конкуренция среди российских мастеров кожаной перчатки. В первом поединке Георгий Непомнящий боксировал против Волгоградца Алексея Макрушина. С первых минут поединка комсомольчанин доминировал на ринге и уже к середине первого раунда он отправил соперника в нокдаун, а в начале второго точным атакующим ударом завершил бой досрочно. В полуфинале Георгий встретился с боксером из Латауста Сергеем Слеповым. На протяжении двух раундов, демонстрируя зрелый бокс высокого уровня, Георгий переигрывал своего соперника, а в третьем на некоторое время инициативу перехватил боксер из Латауста. Четвертый прошел в равной борьбе. Судьи после долгих размышлений присудили победу Сергею Слепову, комсомольчанин стал обладателем бронзовой медали. По результатам этих соревнований Георгий Непомнящий включен в состав молодежной сборной России и с 18 февраля приступит к учебно-тренировочным сборам, где будет готовиться к очередному международному турниру. Другие ведущие боксеры Комсомольска Дмитрий Стрельчинин, Алексей Мамонтов и Алексей Соловьев находятся на учебно-тренировочных сборах в Кисловодске и с 3 по 6 февраля примут участие в международном турнире в столице Югославии и Белграде. С Алексеем Соловьевым, ставшим недавно победителем Зимнего Кубка России, нам удалось побеседовать перед отъездом на сборы. Задача была и желание было выиграть, большое желание. Но просто я, соизмеряя свои силы, силами соперников, как бы не очень был уверен, если честно. Но когда в процессе этих соревнований, когда все началось, сокрутилось, я поверил как бы в себя и выиграл. В какой момент турнира поверили, что можете победить? Вот первый бой может быть такой уверен? После первого боя, когда я с явным преимуществом выиграл, и меня как бы распряло духом, решил, что мне это по плечу. Вот сейчас вы получили право бороться за место в основном в составе сборной России. Как чувствуете, по силам вам это? Да, в принципе да, по силам. Но это еще зависит от тренировок, желание от моего, в принципе, желание есть. Надо больше просто работать, трудиться. И тогда, в принципе, все будет. Тренера у меня отличные. И Антон Ильич Михаленко, и Сергей Иванович Гондуркаев. Так что с такими тренерами можно добиться всего. Открытием этого чемпионата был Алексей Соловьев. Боксеру, которого по сути российского имени нет. И если на Дальнем Востоке с ним считаются, его боятся, потому что он большей частью заканчивается и досрочно, то российский ринг для него, можно сказать, еще в новинку. И когда на его пути стали два чемпиона мира, чемпионом мира по молодежи и чемпионом мира общества «Динамо», то, ясно дело, загадывать было очень сложно, кто выиграет в этом поединке. Но, сказалось, высочайший уровень. Мы-то понимали, что у Леши есть шанс. И техника, и тактика, и технические данные его. Его феноменальное чутье очень много заимствовано от Стельчинина. И в конечном итоге это привел к победе. В период зимних каникул на спортивной базе Комсомольска было проведено 18 соревнований, в которых приняли участие более 2000 воспитанников детско-юношеских спортивных школ Комсомольска на Амуре. 150 юных борцов приняло участие в новогоднем турнире греко-римского стиля в спортзале «Швейник». Во дворце творчества детей и молодежи в новогоднем первенстве города по гимнастике за призовые места боролись 10 юных гимнастов. 80 участниц в двух возрастных группах продемонстрировали свое мастерство в рождественском турнире по художественной гимнастике. В спортивных залах общеобразовательных школ и в доме спорта «Строитель» вели борьбу юные мастера игровых видов спорта. В турнире по мини-футболу в трех возрастных подгруппах играли команды третьей детско-юношеской спортивной школы «Экспресс», «Космос», «Виктория», «Искра» и другие. Захватывающая борьба велась на баскетбольных и волейбольных площадках города, в легкоатлетическом манеже стадиона «Авангард» и на боксерских рингах. Именно в этих соревнованиях непринципиален был результат. Скорее, смысл данной малой зимней олимпиады заключался в демонстрации массовости и приличного класса детского и юношеского городского спорта. В заключении нашей программы мы предлагаем вам репортаж моего коллеги Максима Пастухова о традиционном турнире памяти Игоря Меркулова по киу-кушенка и карате-до. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Четвертый турнир по киу-кушенка и карате-до, посвященный памяти Игоря Меркулова, собрал в Комсомольске-на-Амуре 78 бойцов Дальнего Востока. Кроме хозяев турнира, звание чемпиона в трех весовых категориях оспаривали представители Амурска, Уссурийска, Савгавани, Хабаровска и других городов. В первый день соревнований проходили предварительные бои, которые не принесли неожиданных результатов. Все фавориты вышли в следующий круг. Причем порой класс бойцов был настолько различен, что бой заканчивался досрочно, ипоном, полной победой. После первого дня соревнований в весовой категории до 70 килограммов явно лучше других смотрелись комсомольчанин Денис Сурин и амурчанин Дмитрий Филатов, Габиль Вахавов и Роман Щербаков, который уже свой второй бой закончил полной победой буквально через минуту. Среди участников турнира до 80 килограммов наш соотечественник Роман Войцешик, отличающийся необыкновенным упорством, был лучше других. Уверенно шел к финалу и амурчанин Валерий Власов, ветеранки Кушенкай-карате-до. Очень неплохо проводил свои бои Киреев Алексей с комсомольска-на-Амуре. В весовой категории свыше 80 килограммов безоговорочным лидером был комсомольчанин Евгений Скурихин, победитель прошлогоднего турнира. В результате упорнейших поединков финалистами среди бойцов легкого веса стали Роман Щербаков-Амурск и Денис Суин-Комсомольск. До 80 килограммов Роман Войцешик и Валерий Власов-Амурск. В тяжелом весе в финал вышли наш Евгений Скурихин и Александр Головко-Сахалин. Перед финальными боями участники продемонстрировали зрителям Тамиши Вару искусство разбития досок различными частями тела. Затем воспитанники детского сада номер 46 Комсомольска-Наамури под руководством своего сенсея Алексея Киреева представили великолепную показательную программу. КОМСОННЫЕ СУИВАЙСКИ ЕВЖЕННЫЕ СУИВАЙСКИ СТОНЫЕ СУИВАЙСКИ ЧТО? У нас не нужна, а что это Thank you? СТОНЫЕ СУИВАЙСКИ СТОНЫЕ СТОНЫЕ СПОНЫЕ СМЕЗСКИ Возможности, которыми может обладать человек, благодаря занятиям Киакушенко и каратэдо, показали и лучшие бойцы комсомоиска на Амуре. Возможности, которыми может обладать человек, благодаря занятиям Киакушенко и каратэдо, показали и лучшие бойцы комсомоиска на Амуре. В первом финальном бою турнира Денис Сурин, потерявший много сил в предыдущем поединке, не смог ничего противопоставить мощности и технике Романа Щербакова, а Амурчанин уверенно отрабатывал каждый эпизод до конца и в результате добился полной победы Ипона. Куда? 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 КОМСОМОЛЬСКО-МУРСК Роман Войцешик противостоял Валерию Власову. Манера ведения боя у соперников сильно отличается. Роман очень последовательный, методичный и тщательно готовящий каждый удар. Постоянно отрабатывал вторым номером. Первым же был со своим немного сумбурным, но очень напористым, жестким и агрессивным стилем Валерий Власов. Поединок проходил в напряженной борьбе, и судьи так и не смогли отдать предпочтение ни одному из бойцов. По правилам Кеку Шинкай победителя определило взвешивание. Кардастиком самальчам им справедливо стал Роман Войцешик. КОНЕЦ КОНЕЦ Финальный бой тяжеловесов стал украшением турнира. Сахалинец Александр Головко, очень перспективный и хорошо подготовленный функционально боец, сразу с первых минут постарался взять инициативу в свои руки, проведя серию разнообразных ударов. Однако Евгений Скурихин выдержанно защищался, успевая при этом доставать соперника точными и очень чувствительными одиночными ударами. Причем соперники очень уважительно относились друг к другу во время поединка и успевали извиняться за свои не по правилам проведенные удары. Заполнительную минуту превосходства нашего каратиста было видно невооруженным глазом. Евгений победил, но после поединка сделал очень благородный жест и поднял вверх руку своего соперника. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы выступали на прошлом Курки Аяма и вот сегодня то есть очень резко виден рост ваш как спортсмена. Вот это как, чем вызвано это? Ну, трудно, тренировки не прекращаются в любой год, в принципе. Просто соревнования в течение года распределены таким образом, что идут проходные турниры и идут основные, на которые готовишься. То есть с перспективой на будущее. Как правило, пока не получается хорошо подходить к турнирам большого уровня. На таких мелких турнирах бывает, что лучше показать. Хотя есть подрастающее поколение, есть молодые парни, но и мы еще, в принципе, не старые. Я думаю, покажем еще результат. Довольны победой? Как обычно, в родном городе, конечно, довольны. Все призеры и победители турнира памяти Игоря Меркулова были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. Наши комсомольские каратисты доминировали на турнире. В отличие от прошедшего весной в Хабаровске кубка Аямы. Соревнования, безусловно, пока более престижного. Комментарий по этому поводу председателя городской организации «Киакушинкай каратэ-до» Николая Михайловича Чупрова. По поводу того, что наши не выигрывают, ну, дома как бы и стены помогают. А в городе Хабаровске, ну, может быть, и даже не может быть, в этом году, я думаю, покажем результат. Потому что парни настроены хорошо, и подготовительный процесс у нас идет, ну, благодаря спонсорам идет хорошо. Он сейчас на должном уровне. Еще вот о ваших планах на будущее. Какие турниры еще будут проводиться в городе Комсомольский-на-Морьево, допустим, в следующем году? Ну, в следующем году у нас будет проходить юношеский региональный турнир среди юношей и чемпионат России среди женщин. Это отборочный для чемпионата мира для женщин. А в 2002 году у нас будет проходить вот такой же турнир, как проходит вот Куба Каяма. То есть, но по весовым категориям в городе Комсомольский-на-Морьево. Я думаю, к этому времени у нас будет достаточно спортсменов подготовленных, и чтобы мы в своем городе показали лучший результат. Турнир будет международный, планируется сделать? Да, это будет международный турнир. Будут участники обычно с Японии, Европы приезжают. Будем надеяться, что наши кукушиновцы покажут себя с самой лучшей стороны в предстоящих турнирах. Удачи вам, бойцы!